МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я злой, строжный, серый волк! Тихо бы, тихо бы, угомонитесь! Мамочка, здрасте, по семьячьего волка! Гляньте, кто приехал обедать-то! Папа, вечер я первая! Так, привет, боец! Пап, покажи нам пропеллер! И я, и мне, я тоже! Тебе тоже? Ну, давай, 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 давай! Опа! О, вертолетчики мои! Вы сейчас все разгромите мне тут! Ну-ка, бери-ка, бери-ка, говорю, идите в огород! Я не хочу в огород, я хочу с папой обедать! Так, слышишь, что бабушка сказала? Давай, давай, давай! И я с папой буду обедать! Кто будет игрушки собирать? Сначала игрушки, потом обед! Марш! Мам! Ай! Слушай, ты там давай, Дашка, собери, чего нужно. Я в Москву поеду, на сегодня отпросился. А что это? То тебя не допросишься, а то сам собрался. Ты только что ездил. Случилось, что ли, чего? А? Да нет, не случилось ничего. Просто подумал, что голодные эти артисты, помогать им надо. А-а-а! Ага! Ну, ты-то про артистов-то все знаешь. Ты их только по телевизору, небось, и видал. Тех, что по телевизору видал, лучше бы не видел никогда. Дерутся все время, детей отнимают. Ну да, ну да. Ну, наши-то сельские получше будут, святые люди. Не дерутся-то, не пьют. Ну, тоже верно, да. Ешь. Паш. М? На отца ты-то как стал похож. Ой, Зойка-то тут тоже в Москву собралась? Наша Дашка какую-то юбку ей новую пошила, надо померить. Я быстро-то сбегаю, и поедете вместе. Зачем? Я сам заберу. Паш, а ты что от нее шарахаешься, а? Да не шарахуйся. Хорошая девка-то. Ну все, все уж. Ешь. О-о-о. Игорь Александрович, здрасте. Да, здрасте, здрасте. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здрасте, здрасте. Скажите, а Инга-то вам не подходила перед съемками? Она просто с вами хотела поговорить насчет меня. Я, честно говоря, не знаю, надолго ли она уехала. Я не знал, что она уехала. Мне сказали, что она простудилась. А, да? Да. Ну, ой, мне кто-то ляпнул. Вообще, ну, я, конечно, тоже хороша подруга. Могла бы позвонить. А, да, извините. Что, не отвечает? Да, пока не отвечает, но я думаю, у нее горло болит температура. Да, да, ну, скорее, скорее. Так о чем Инга должна была поговорить со мной? Вы знаете, мы с ней разговаривали по поводу того, что ей нужен второй состав. Я поэтому сидела на репетициях. И, ну, на случай, если... Если понадобится уехать на съемки. Я правильно понял? Да. Ну, так, на всякий случай, на будущее. Она все-таки у нас часто снимается. Я понял, понял. Я все понял. Идите, готовьтесь. А, да? Спасибо большое. Спасибо, Игорь Александрович. Ну-ну. Игорь Александрович. Игорь Александрович. Алло, Даш. Алло. Ставят меня, я никуда не поеду. Даш, да что у тебя там происходит? Алло. Алло. Потому что не надо было мне врать. Пусти, я открою дверь. Сумки собирай, я сам открою. Здравствуйте, я к Даше. Здрасте, а зачем? К сессии готовиться или на девичник очередной? Даш, ну не плачь. Даш. Я тебе говорила, я так и знала. Он же псих. Павел, обо всем догадался? Да, это за меня? Ну, при чем тут ты, вот, в институте был? Ты проверять меня приехал. Делать мне больше нечего. Мать просила юбку забрать. Откуда? Из института. А где мне тебя искать, если дома никто не отвечает, а? Надо было, когда тебя тогда подвозил, зайти туда и проверить, как ты учишься. Ну, подождите, ну, давайте спокойно поговорим. С кем? С тобой или с ней? Хотя, я думаю, ты такая же студентка, как и она. Или я ошибаюсь? Нет, не ошибайся, я вас обманула, но мне очень стыдно. Ну, мы плохо сделали. Ну, Даш снова собирается поступать, но она очень талантлива. Да-да, знаю я, в чем ее таланты. Врет она отлично. Ну, нельзя из-за одного поступка лишать человека мечты. Слушай, ты кто такая, а? Твои родители-то в курсе, чем ты занимаешься? Или ты тоже для них сессию сдаешь? Ты что несешь? Она-то здесь при чем, а? Иду, Мося. Девушка, разговор окончен, выход там. Не смейте со мной так разговаривать. Вы можете мне на дверь показать, но чести это вам не прибавит. Что-что? Да не связь ты с этим с ним, он же контужен на всю голову. Что, разве не так? Не так? Да ладно, ты что-то брякнула, не подумав. Черт, я с двойной теперь открою, пусть домой валит. Господи, на кого я похожа. Ну ты дала. Так налетела на него, что даже мочокнутый братец растерялся. Ты тоже хороша, хотя бы извинилась бы. За что? За то, что его контуженным назвала, так это правда. А на правду не обижаются. Хотя согласна, это было лишним. Я не про это. Его же тоже можно понять. А меня, значит, нельзя. С какой радостью я должна жить так, как хочет мой брат? Не знаю, по-моему, он просто волнуется за тебя, Даша. Ну, конечно. И поэтому приходит, и ничего толком не объяснив, начинает вышвыривать мои вещи. Ну ты же ему тоже ничего не объясняешь. Слушай, я знаю, своего брата ему бесполезно что-либо объяснять. Я, черт, выдернула поехать в этот институт. Теперь, наверное, придется новую квартиру искать. Ты что, издеваешься? Ты хочешь, чтобы тебя с полицией искали? Не лучше поехать домой и попросить прощения за свое вранье? А толку-то? Мне все равно придется домой возвращаться, если не поступлю. Обманывать родных, Даш, тоже не вариант. Слушай, тебе легко говорить. Ты родилась в Москве, у тебя мама известная артистка. Что ты на меня смотришь? В отличие от тебя, мне приходится из кожи вон лезть, чтобы здесь задержаться. Да? У меня нет мамы, которая по щелчку исполнит все мои желания. Что Мариночка хочет? Путешествовать за границей? Пожалуйста. Платье новое? Пожалуйста, да хоть десять. В консерваторию не вопрос. На тебе, доченька, лучшего педагога. Что? Разве я не права? До свидания. Да идите вы все. Знаешь, это хорошо, что ты молчишь. Почему? Просто я знаю, что говорят мужчины о подобных случаях. По-моему, мы ведем себя, как пятнадцатилетние... Дети? Капитаны. 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 Я ваша просмотра. Да, istiyorum... Сау-сау-сау-сау-сау-сау-сам threeágмис. До свидания. Надеюсь. Субтитры подогнал «Симон» Остановись, Варка, я неизвещаю его, думаю, я сама дойду. А, мы ведь так с тобой и не поговорим. О чем? Ну, ты меня хотел о чем-то спросить. Хотел. Спроси. Знаешь, ты просто вообще хотел понять, почему мы тогда с тобой расстались. Ты женился на моей лучшей подруге, которая ждала от тебя ребенка. Как-то такая ситуация. Да, до всего ты куда-то исчезла. Непонятно вообще, почему ты уехала. Знаешь, ладно, на самом деле, какая разница, что было 23 года назад? Да, есть разница. Для меня существенная. Ладно, мне пора. Пока. Пока. Инга. Инга. Инга, подожди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что? Твой Кирилл уже не придет сегодня? Может, он передумал? Вряд ли. Это я его отговаривала. Думала, ты будешь против. Послушай, малыш. Я должна перед тобой извиниться. За что? Ну, я ужасно глупо себя вела. Правда. Ты влюбилась. Это лучшее, что с тобой произошло. Я очень этому рада. Правда? Правда. Мамочка, я люблю тебя. И я тебя очень люблю. А Кирилл тебе понравится. Он очень хороший. Конечно. Ну, раз он сегодня уже, наверное, не придет, может, поедим? Давай. Ты знаешь, я буду очень рада, если он к нам будет приходить в гости. Серьезно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только после экзаменов, да? Да. Видишь, как ты меня понимаешь? Ой, как вкусно. Мало того, что у меня дочь умница, красавица. А что у тебя такое на лбу? Плойка обожглась. А, ну, что до свадьбы заживет? Не торопитесь. Компотик? Угу. Плойка обожглась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, красотка. Танцуем? Слышь, руки убрал! Иди, куда шел. Для тебя тошно. Как хочешь. Отдыхай. А как мне дают, поговорить на них, если интересно, а это интересно, я не держу свечу, ведь я хочу Мы щипнуть тебя в сосад, мы щипнуть тебя в сосад За 2 я обладываю свагородное межнотайное расстояние, я не стану мобойтанье kita Я ему звонила, он в клубе. Опять в клубе? Вот балбес. У него уже с понедельника практика начинается. Я поговорю с ним, если мне, конечно, удастся застать его дома. Ну, знаешь, тебя ведь тоже трудно бывает дома застать. Вообще-то я работаю, я не по клубам шляюсь. Ну, ты тогда извинись за меня перед Пархоменко. Я ему, наверное, зря позвонила, когда ты в Суздале был. Женьке зачем? Представляешь, я волновалась. Хотела узнать в какой-то гостинице. До тебя невозможно было дозвониться. Ну, позвонила и позвонила. Извиняться-то за что? Он вообще не знал, что ты в командировке. Стал выкручиваться, плел мне какую-то ерунду. Странный был разговор. Нина Пархоменко работает в юридическом отделе. Он не обязан знать о моих командировках. Уж не знаю, что он там тебе плел и зачем выкручивался, но я обязательно спрошу у него. Все, скоро буду. До встречи. Пока. Я что-то не узнаю. Это ко мне домой вы приехали. Зачем? Я деньги-то положила. Спасибо, уважаемый. Пойдем. Уважаемый, спасибо. Спасибо. Тихо, тихо, тихо. Спасибо. Даша, я к тебе не пойду. Куда ты пойдешь к Марине своей, да? Ее мамаша так обрадует. Не говори я о Инге, о Инге, о Этене. Инга, она шалава, она с моим отцом, а он козел вообще. Молодцы, Инга с моим отцом. Да на моих глазах, понимаешь? Прямо на глазах. Да. Тихо, тихо. Пойдем, да. Никогда не прошу поговорить. Давай домой. И вообще последнюю. Тихо. КОНЕЦ КОНЕЦ Это я телефон отключила. Я боялась, что Марина позвонит, и ты ей лишнего наговоришь. Тебе, видимо, наговорил лишнего, да? Да уж. Твой отец, наверное, пол ночи икал. Что еще говорил? Про Ингу. Ну, ты не волнуйся, я не из болтливых. А ты, кстати, у Марины своей спроси, где ее мать с твоим отцом познакомились. Они с Ингой друг другу все рассказывают. Пойду умойся. Угу. Ой. Ой. Угу. Здравствуйте. Привет. Доброе утро. Так. Анна Витальевна, Игорь Александрович просит вас пройти на сцену. Лихо. А, Инга, ты можешь не торопиться, сегодня я репетирую. Ну-ну. Мне пора, я пойду. Может, хотя бы кофе выпьешь? Ну, чего умнешься? Хочешь узнать, что было ночью? Ну-ну. А было ли? А действительно. Какое это имеет значение? Кирилл, подожди. Кирилл, ты не переживай, может быть, все еще наладится. Ну, а если станет совсем тяжко, в общем, мои двери всегда открыты. Слав, ну, ты в следующий раз предупреждай насчет командировки, а то… Здрасте. Действительно, как уж на сковородке. Извини, так получилось. Здрасте. Ну, короче, рассказывай. Что, действительно, в Суздаль ездил? Недалековато ли? Что, всем верстник рюк? Да, просто встретил друга детства. Да, да. А этого друга детства не Инга Белозера вызовут? Тихо, чертоварюшка. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Вот. Короче. Жень. У меня есть две квартиры. Я их в аренду сдаю. Одна из них свободна, так что можешь воспользоваться. А? Жень, Жень, ты не понял, я… Ну, ладно, ладно. Я все понял, дружище. Я понимаю, что ты приличный семьянин. Кто спорит? Ну, расслабься. Давай. Ну, если что, обращайся. Марин, Марин, стой, подожди. Ну, ты же знаешь, на меня нельзя обижаться. Прости меня, пожалуйста. И ты меня прости. Да мы больше никогда не будем ссориться, ладно? Давай. Знаешь, надо было сразу сказать правду и маме, и брату. Ты поможешь мне все это исправить? Я? Как? Давай вместе съездим к моим. Я маме уже позвонила, а она нас ждет. Даш, ну куда я поеду-то? Ну чего тут ехать? Сядем утром на электричку, два часа, и мы на месте. Ну, потом еще паром, вот мы и дома. Ну, если ты за Ингу переживаешь, то можно ей позвонить. Я придумаю, что сказать. М? Нет уж, я сама все скажу. И придумывать больше ничего не придется. Что, милый не звонит? Всю дорогу на телефон смотришь. А чего ты смеешься? Да я вспомнила, как к тебе на свидание вместо Кирилла Пашка пришел. А чего тут смешного? А если бы я Кириллу дозвонилась? Павел бы пришел к сестре, а там парочка какая-то молодая. Вино, свечи. Ну да. С Пашкиным характером он бы точно подумал, что у меня не квартира, а притом. Угу. Кстати, а как у тебя с Кириллом? Ну, после той истории в клубе. Я надеюсь, тебе хватило ума сказать, что это я во всем виновата? Да он трубку не берет, но сообщение не отвечает. Я думаю, может случилось чего? Знаешь что, не выдумывай. В конце концов, он не может тебе звонить круглосуточно. Ну ты сама говорила, у него сейчас сессия. Ничего страшного. Объявится. Давай сюда. Главное, что Пашки дома нет. Он на работе, а без него болтать легче будет. О, Лежа, привет. Клюет? Клюет. 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 Володя у него клюет. Зоя, привет. Привет. Дети спят. Привет, привет. Здрасте. Здрасте. А мама где? Она на дворе. И Пашка там. Знаешь, какой злой на тебя? Он же специальный отгул брал за тобой приехать в Москву. Сказал, навралатый и не вернется. Мать его еле уговорила до обеда подождать. Понятно. Ладно, разберемся. Я тебе, кстати, юбку привезла. Дашка! Тихо! Детей разбудишь. Держи. Спасибо. Пойдем. Даша, может быть, я тебя здесь подожду? А то неудобно как-то. Что значит неудобно? Да не бойся ты. Не будет Пашка при тебе орать. Ты его вон как на место поставила. Мам! Мам! Мам, я приехала! Ой! Привет! Да вижу, я вижу. Иди сюда! Здрасте! Здравствуйте. Марина, моя подруга. Вера Ильинична, моя мама. Могла бы сказать, что не одна ты приехала. Я сюрприз тебе хотела сделать. Твоих сюрпризов-то. Да инфаркт-то недалеко. Ну я серьезно. Мам, ты сериал про голубку помнишь? При чем тот сериал-то? Что ты мне зубы заговариваешь? Да при том. Маму в сериале помнишь, кто играл? Ну? Инга Белозерова, мама Марины. Да ладно. Что, правда что ли? Инга Белозерова ваша мама? Дашка, ты не врешь. Марина, скажи. Да, Инга Белозерова действительно моя мать. Ну надо ж. Пашка! Ты гляди, гляди! Кто приехал-то к нам? Так я-то серии-то все смотрела. О, хорошая. Какая мама-то твоя. Ну, эта вот героиня-то добрая, настоящая. Жизнь-то у нее трудная была, она-то выстояла. Человеком-то осталась. Спасибо, я передам маме ваши слова, ей будет приятно. Ну надо же. А вы что, подружки что ли? Ну конечно подруги, мам. Тебе Пашка говорит, что я в Москве с кем попала общаюсь. Пашка много чего говорит, говорит, проболталась целый год-то. Неизвестно чем занималась. Даша не болталась, она у моей мамы работала в пошивочном цехе в театре. В институт поступала, вы ей должны дать еще один шанс. Так я-то не против, не против, но только сомневаюсь я. Вера Ильинична, вы с Пашей поговорите, он должен понять. Я говорила с Пашей-то, говорила, только характер-то крутой. Ну может и перегибает, но жизнь у него была трудная, тоже значит не сахар. А чего стоим-то? Пойдемте в дом-то. Пирогов мы с Зойкой напекли. Пойдем. Привет, Сэм. Привет, мам. Тебе отец просил напомнить, что в понедельник начнется практика. Кирилл, ну я же понимаю, что тебе хочется и с девчонками погулять, и с друзьями повеселиться, но надо как-то уже о будущем думать, пока о нем только твой отец думает. Если ты хочешь с ним работать, ну… Я не хочу с ним работать. Будь добр. Вы сами за меня все решили, меня никто не спрашивал. Ты же знаешь, как трудно работу найти. Твой отец десять лет мыкался, пока не устроился. Вообще-то это ты его устроила, благодаря родственникам одного из своих студентов. Ну и что? Да, нам повезло, но зато он потом сам себя хорошо зарекомендовал, а это намного важнее. Давай, я тебя прошу, отнесись к этому серьезно. Ради меня. Хорошо, мам. Ой… Слушай, ты не поможешь мне сумки в машину отнести? Я хочу на дачу поехать. А тебе все равно все выходные будут работать. Ну тебя я не прошу, я знаю, ты не поедешь, знаю… Почему это? Я как раз собирался поехать. Да ты что? Да. Отлично. Ну что, я пеку твой любимый пирог? Клубничку. Не обожгись. А вы ешьте, ешьте. Я с собой пирогов-то еще дам. Варенье у меня там осталось. И огурчики, и грибочки. Паш, ты куда? Ты надолго? Надолго. Чайник, наверное, бескипел. Я пойду принесу. Спасибо, Соня. Спасибо, Вера Ильинична. Все очень вкусно. На здоровье. Вообще-то нам уже ехать пора. Как ехать? А вы же не поели еще. Мам, да мы объелись уже. На электричку опоздаем. Марине вон заниматься надо, мне тоже к экзаменам готовиться. Даш, почаще приезжай ты ко мне. Хорошо. Марину вон с собой бери. Конфету дай. Нет. Дай конфету. Вот сумку-то не забудьте в электричке. Мам, ну зачем? Пашка недавно столько всего привез. Молчи, это не тебе. Вот. Артистки мои, любимые, передайте. Ну, в Москве такое не купишь. Грибочки. И рыбки я солененькой положила. Да? Спасибо. Все, мамуль, давай, пока. Я позвоню. Хорошо. Марина, еще приезжайте к нам. До свидания. Ну, и что еще она тебе напела? Ты чего ты злишься-то, Паша? Уж она боится тебя. Совсем уж девку-то зашугал. Ага. Зашугаешь ее. Еще ведь подругу позвала. Хорошая подруга. Дочка артистки известная. Сказала, у нашей-то Дашки талант. Ой, у Дашки нашей. Когда что-то нужно, у нее всегда талант непревзойденный. Как артистка, как подруга. Ладно тебе. Что ты прям, я не знаю, все у него плохие. Подруга при чем? Да делайте вы что хотите. Ну, что я могу сказать? Что касается экзамена, то ты можешь давать его хоть завтра. А в оставшиеся дни, я думаю, тебе просто надо как следует отдохнуть. Нина Георгиевна, я вас очень прошу, можно мне еще одно занятие? Марина, ты уже и так прекрасно готова. Мы вообще могли с тобой перестать заниматься две недели назад. Можно я тогда этюд сыграю? Один разочек. Ну, хорошо, играй. Нина Георгиевна, извините, к вам сын прошел. Он, наверное, ключи от дома забыл. Ты извини, я на одну минуточку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. С ключами? Да. Ну-ка, скажи-ка мне, пожалуйста, что у вас с отцом происходит? Почему он мне говорит, что ты формально относишься к практике, что ты только отсиживаешься на рабочем месте? Да и что теперь? Пусть уволят меня. Ну, ты вообще перестал бывать дома. Ты ночуешь у каких-то знакомых. У тебя какие-то проблемы? Почему он не находит себе места, скажи мне? У меня все нормально, мам. Если он не находит себе места, может, у него какие-то проблемы? Потише, пожалуйста, не кричи. Не уходи, я сейчас отпущу ученицу. Мам, дай мне ключи. Я тебе позвоню позже или забегу к тебе. Дай мне ключи. Ты мне пообещал? Ты слышишь? Да. Так, прости, пожалуйста, Марина, на чем мы с тобой остановились? Ты хотела повторить идем? Нина Георгиевна, у меня голова разболелась. Я пойду, наверное. Ну, а что насчет завтра? Ты придешь? Если можно. До свидания. В это же время. Угу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Только во двор не заезжай, пожалуйста. Ты всегда меня об этом бросишь. Ну, чего ты боишься? Ну, я о тебе беспокоюсь. Я не хочу, чтобы твой сын нас увидел вместе. Ну, ты сказала, что он до экзамена здесь не появится. Ну, это я дочери сказала, но мне кажется, что он все равно ее провожает. Удивительно, что они встречаются, правда? Да. Ну, по-моему, ничего удивительного здесь нет. Да. Ну, хотя, если она похожа на тебя, то, конечно. Нина ее, кстати, хвалит. Ладно, мне в магазин пора. Подожди, прости. Я понимаю, что тебе неприятно слышать про Нину, извини. А я не испытываю никакого чувства вины перед ней за те 23 года, которых у меня не было. И у тебя, кстати, тоже. Ну, мне кажется, не стоит Нину обвинять. Во всем мы все были практически детьми. Да, она влюбилась и как могла боролась за свое счастье. Знаешь, я ведь многим ей обязан. Зачем ты ворвался в мою жизнь сейчас? Зачем вообще все это? Скажи мне. Я тебя люблю. ЗВОНОК ТЕЛЕВАЯ МУЗЫКА Алло? Здравствуйте, Нина Георгиевна. ЗВОНОК ТЕЛЕВАЯ МУЗЫКА Концерт в органном зале? Да, Кириллу помню. Мы знакомы. Он точно пойдет? Без четверти семь. Я поняла. Да, хорошо. Все, спасибо большое. До свидания. Мам, привет. Привет. Что ты меня не встречаешь? Возьми продукт. А Нина Георгиевна меня пригласила на концерт органной музыки. Ну, мы с Кириллом пойдем, а она нас проведет. Мам, ты же меня пустишь, да? Ну, пожалуйста, 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 пожалуйста. Пожалуйста, это не просто развлечение. Это концерт в обновленном органном зале. На открытие приглашена Любовь Шишханова. Угу. Ну, раз Шишханова, то... Ну, иди, конечно. Ура, спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Привет. А ты чего в такую рань? Ничего себе у тебя прикид. А, да ко мне мама приехала. С Лёлькой, Алёшей. А, можно войти туда? Нет, боюсь, что разбудим. Ну, у меня срочное дело к тебе. Мы с Кириллом идём на концерт вечером. Ты можешь моё платье дошить? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ладно, хорошо. Я могу тебе помочь, если хочешь. Не, не надо. Сейчас мои домой поедут, и я сяду жить. А вот сколько мне прийти? В два, в три? Да не надо приходить. Мы с тобой будем болтать. Я точно ничего не успею. Давай так, часиком к шести, ты переоденешься и сразу пойдёшь. Здорово. Ты настоящая подруга. Всё, я побежала. Подожди, а ты вроде сказала, что Кирилл пропал, что ты его давно не видела? Да я вообще чуть с ума не зашла. Я думала, он обиделся на меня за что-то, а я прихожу на занятия к Нине Георгиевне, и она мне потом вечером звонит и говорит, что Кирилл мне хочет на концерт позвонить. Да не кричи. И что, где он в итоге был всё это время? Не знаю. Вечером спрошу. Пока. Пока. Кирилл, вставай, вставай. Ну-ка. Э, сколько времени? А ты у нас, оказывается, сегодня на концерт идёшь, да? М-м-м, да. Угу. Ты откуда знаешь? А Марина заходила. Попросила дошить ей платье. Она хочет в нём с тобой на концерт пойти. Марина? Угу. Марина здесь при чём? Я вообще-то с мамой собирался. Ну, значит, мама решила сделать тебе сюрприз. Поставь чайник, пожалуйста. Подожди, я не понимаю. Ну, ты же говорил, что после того, как её мать с твоим отцом… Послушай, тебе не кажется, что тебя это не касается? Послушай, а тебе не кажется, что ты живёшь у меня? Да. Прости, прости меня, пожалуйста. Я вообще не собирался идти на этот концерт. Я эти симфонии уже терпеть не могу, понимаешь? Если честно, я тоже. Мне кажется, что ты делаешь… Скоро electoral взял… Извините меня идёте recommendation… Красавчик… Играя白ин — можем ironically гендалить дочь… Сп sufни разговариваться… Спихонись… Играя оптали verm все… Играя опталиeni… Перемень и вокруг enlightenment — Два ли улетния… Играя дальше устануя произошло думало… А выроки и ближай. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Нина Георгиевна. Замечательный концерт. А что случилось, Марин? Я же вижу, ты расстроена. Это из-за Кирилла? Вы передайте это Кириллу. Я хотела ему подарок сделать. Почему шут? Не знаю. Наверное, потому что шут только с виду шут. Ниночка, вот это звучание. Любовь Шишханова просто великолепна. Да, я согласна. По-моему, вы знакомы с профессором. Да, знакомы. Здравствуйте. Да-да-да-да. Что-то припоминаю. Я была у вас полтора месяца назад. Марина Седова. Ну, конечно же, я вас помню. Марина Седова? Марина наша будущая студентка. Я в этом абсолютно уверена. Ну, если ты это говоришь. Вы извините, я пойду. Спасибо еще раз. Тебе спасибо, Марина. До свидания. Всего доброго. Так, значит, это та самая Марина, о которой уже вся кафедра говорит? Да. Чудесная девочка, правда? Талантливая, умная. Кстати, у этой Марины фамилия по отцу. А мать ее Инга Белозерова. Актриса. Оказывается, она тоже у нас училась. Ну, подожди, ну ты же должна помнить ее. Вы же примерно в одно время учились. Да. Я помню Ингу Белозерова. Не спишь? Нет. Тебе ужин разогреть? А, да нет, спасибо. Я на работе перекусил. Ты чего такая бледная? Ничего, все нормально. Была на концерте, Кирилл так и не пришел. Я ему позвонила, он сказал, что в клубе. Домой опять не явился. Знаешь, я с ним завтра обязательно поговорю. Да что ж такое? Алло, Даша, а Марина не у тебя? Я знаю, что концерт закончился три часа назад. А, вот она пришла. Спасибо, извини. Девочка моя, а что происходит? Ты где ходишь? Почему телефон не работает? Ты была на концерте? Вы что, с Кириллом поругались? А мне на какой вопрос отвечать? Разрядился. На концерте была. Кирилла не видела. Мы с Инной Георгиевной в восторге. Послушай, ну ты же должна была сегодня подать документы. А тебя что-нибудь вообще интересует, кроме этой консерватории? Я вообще, может, там не хочу учиться. Не ори на мать. А ты не разговаривай со мной, как с маленьким ребенком. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok